Я проверил надежность плотиков, проинструктировал всех, как вести себя на воде. Командиру взвода лейтенанту Сычеву приказал еще раз уточнить маршрут выдвижения расчетов. Они, как всегда, рассредоточивались по подразделениям и в случае необходимости должны были вести огонь на плаву. Зимний день пролетел в хлопотах незаметно. Наступила темная февральская ночь. Подразделения бесшумно сосредотачивались на участке форсирования. Меня поразила тишина. Поразила потому, что я знал, вместе со мной в кромешной тьме движутся сотни людей. Ни шороха, ни звука. И команды отдавались чуть ли не в ухо в ухо. Только так можно было обеспечить внезапность. Приближаясь к реке, подумал, что моим пулеметчикам и теперь приходится труднее других. Пожелал им мысленно удачи и знал, все будет в порядке. Запомнились тихие всплески дышащей холодом воды. Шуршание льда о лодку, вспышки ракет. И, наконец, шепот. Приготовьтесь, берег. Без единого выстрела пол преодолел Днепр. До сих пор восхищаюсь мастерством наших командиров, разработавших в мельчайших деталях форсированием и выдержкой бойцов. На фашистов мы обрушились внезапно. Светящиеся трассы пулеметных и автоматных очередей одновременно прошили густую темень. Я с радостью различал знакомый говорок с танковых пулеметов.